Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В эфире Америка в письмах. В этом видео мы поговорим о двух женщинах-блогерах, а именно о Галине Смит, которая вчера провела прямую трансляцию, и о Лене Хэппи, которая нам представила премьеру своего нового сериала «Это Америка, детка», добавим мы от себя. Мы ждали тоже прямую трансляцию от Лены, но вышла премьера, тоже в прямой трансляции, я не знаю, как это возможно, но шла премьера, и Лена отвечала на комментарии людей. Но начнем с Галины Смит. Как я уже сказал, вчера прошла прямая трансляция, вещала она из квартиры своей подружайки, которая живет в Бостоне. Она мелькала у нее на канале в свое время, эта подружка. И Галина с этой своей подружкой отправляется в путешествие, несмотря на то, что Галина приболела. Но речь сейчас не об этом, а поговорим мы о том, что на стриме, то есть на прямой трансляции, Галину спрашивали про Наталью взлетную полосу. Нам всегда интересно услышать вторую сторону. И, в частности, у Галины спросили, почему Наталье так не понравилась Америка. Ведь Наталья говорит, что Соединенные Штаты Америки напомнили ей о России девяностых годов. Естественно, Галина сразу же взялась опровергать это высказывание. Объяснила она такое недовольство Натальи тем, что Наталья попала в Клоаку. Что это значит? А это значит то, что Наталья в Америке пользовалась, например, общественным транспортом. А она, Галина, за свои много-много лет в Соединенных Штатах Америки уже отучилась пользоваться общественным транспортом и вообще к нему близко не подходит, потому что общественный транспорт в Америке якобы это Клоака. Им пользуются самые отстойные люди, бомжи. Особенно если речь идет о междугородних автобусах, то там вообще туши свет и там вообще очень опасно. И, конечно же, у Натальи сложилось такое впечатление. Тут я хочу сказать, что я не совсем согласен именно с Галиной Смит. Я тоже иногда бываю критичен в своих высказываниях относительно реалий Америки, Соединенных Штатов Америки имеется в виду. Но тут я не совсем согласен. Не такие уж ужасные междугородние автобусы. Мне приходилось ездить на междугороднем автобусе два раза всего в жизни. Первый раз я ехал до Нью-Йорка, но мне всего полтора-два часа на автобусе. До Манхэттена. А второй раз я ехал до Вашингтона. И в обоих случаях автобусы были самые обычные. Ничего там в них не было такого, конечно, супер-пупер навороченного. Обычные автобусы довольно комфортные. Насколько они могут быть комфортные, эти автобусы. И никаких там ужасов со мной не приключилось. Не знаю, не знаю, почему у Галины сложилось такое впечатление, что общественный транспорт, в частности, междугородние автобусы в Америке, это клоака. Я не уверен, что это правильное определение, потому что для меня клоака – это нечто из романа Виктора Гюго. Помните, как вот эти вот парижские дети-беспризорники прятались в этих клоаках, как Жан Вальжан там спасал возлюбленной своей приемной дочери Козетты. В общем, вот для меня клоака – это что-то такое зловонное, ужасающее, страшное. Я бы не сказал, что общественный транспорт в целом и, в частности, междугородние автобусы в Америке такие уж ужасные, как мы знаем. Наталья – взлетная полоса, как бы ей было некомфортно себя чувствовать в этих автобусах, все-таки доехала до места назначения, и никто ее не украл, и ничто с ней не сделал. В общем, обе наши героини хороши. С одной стороны, Наталья – взлетная полоса, с другой стороны – Галина. Обе они любят преувеличить в своих рассказах. В общем, делайте вывод сами. Но это еще не все по Наталье. В прямой трансляции Галина Смит также упомянула, что, да, Наталья делала им всем массаж. И люди спросили, а вы платили ей за массаж? И Галина ответила следующее. Да, за массаж Натальи в взлетной полосе Галина платила. Причем Наталья, якобы приехав к Галине Смит, сказала, ну, с твоей дочери и с Ларри я возьму плату за массаж, а с тебя не буду брать. Потому что вот как в знак благодарности, в знак старой дружбы, ты платить за свой сеанс массажа не будешь. Но, когда настал час рассчитываться, Наталья как бы забыла свое обещание о том, что с Галины она плату не возьмет. И Галина, как бы подумав, ну ладно, ей деньги же нужны. Все-таки есть какая-то нужда определенная. И Галина даже не стала этот поднимать вопрос, а просто заплатила Наталье, хотя осадочек у Галины остался. Ей-то предлагали бесплатный массаж. А получилось так, что ей пришлось раскошелиться. А как мы знаем, Галина это не очень-то и любит. Ну, это сквозит из всех ее видео. Галина же не случайно говорит, что она предпочитает иметь 100 друзей вместо 100 рублей. Потому что, когда у тебя 100 друзей, тебе везде всегда готов и стол, и дом, и тебя и примут, и за тобой заедут на машине, тебя снова отвезут. В общем, очень выгодно иметь вот таких вот подружаек, друзей во всех точках страны, во всех точках земли, куда можно приехать и где тебя накормят и напоят, короче говоря. А тут вдруг вот такая вот москвичка, понимаете, московская FIFA приехала и еще взяла денежки за массаж. Конечно же, у Галиночки остался осадок после того, как Наташа там и ела, и пила, и бесплатно спала. А, как минимум, Галина рассчитывала на бесплатный массаж. А тут Нати, вот те Нати хрен в томате. Оказывается, за это надо еще и платить. Ну, не знаю, не знаю. Конечно, это очень все сложно вот так вот смешивать дружбу и работу. Что вы об этом думаете, я не знаю. Наверное, у каждого свое видение ситуации. Это несомненно. Но это лишь еще раз доказывает, что, наверное, не лучше не связываться и не приглашать к себе никого на несколько месяцев. И в надежде, что ты чего-то там бесплатно поимеешь. А в конце концов, поимели тебя. Но самое интересное в этом всем, конечно, то, что как бы ни пытались наши две партизанши, Галя и Наташа, держать язык за зубами, ничего друг о друге не рассказывать, не рассказывать нам о том, что же там на самом деле произошло, потихоньку, полегоньку, со временем мы все равно что-то узнаем. По крупицам складывается картинка. И я уверен, что со временем будет просачиваться еще какая-то информация, и мы в конце концов с вами узнаем, что же там на самом деле произошло. Возможно, это не был какой-то один большой конфликт, а вот так вот потихонечку какие-то маленькие недопонимания, какие-то маленькие недовольства накапливались. И в конце концов, это стало просто невыносимо. Так тоже бывает. Ну а теперь от Галины Смит мы перенесемся к нашей любимице Лене Хэппи. Лена Хэппи нас всех обломала. Она сделала анонс на премьеру, в которой она якобы показала бы нам реальную Америку. С закрытыми туалетами, с какими-то ужасами, с граффити повсюду. То есть вот такой был бэкграунд, вот такой был фон на заставке. И мы уже, потирая ручонки, ждали, как Лена начнет ударными темпами отнимать хлеб у Алекса Брежнева. Но не тут-то было. Вместо прямой трансляции нам подсунули премьеру, записанную заранее. Коротенькое видео. Все в том же ключе. Лена и дорога. Ничего не происходит. Лена пытается парковаться. Лена забирает груз. Лена бегает между траками в маечке-футболочке с американской тематикой. И лишь в завершении этого короткого видео Лена прибывает на трак-стоп. Лене нужно срочно бежать по своим делам. Она носится с пеной у рта вокруг этого здания, где располагаются туалетики, туалеты. Но, как назло, и мужской, и женский туалет закрыты. Висит лишь табличка. Туалет закрыт. И Лена, не зная, что делать, как быть, побежала в кусты. Побежала в кусты искать, где можно прожниться, где можно сходить по своим делам. И вот она это все снимает, как она бежит, бегает в какой-то лесопосадке. И натыкается на груду больших камней, которые сложены друг на друге и формируют с собой некую такую искусственную скалу. Ну, такая инсталляция. Ну, и наши люди были бы не нашими людьми, если бы не написали на заборе слово жопа. Ну, под нашими людьми я, конечно, имею в виду не только выходцев из бывшего Советского Союза. А там их было немало. Там был и Руслан, и Мадина, и Самир, и Гуля, или Гульнар, как-то вот так вот. Плюс очень много латиноамериканских имен. И я уже было, затаив дыхание, ждал, когда же Лена тоже увековечит и свое имя, и имя своего возлюбленного на этой скале. Такая скала любви. Вот в Париже есть стена любви, а это скала любви. Потому что там не просто было, типа, что здесь был Вася, не такие надписи там были. А там было, там, Ильнар плюс Мадина, там, Франческо плюс Хуан, Педро плюс Кончита. Вот такие были, как бы, начертания, сердечки, там, стрелочки. В общем, все как положено. Но Лена вроде бы так и не записала свое имя и имя своего возлюбленного. То есть инициалов Л плюс С там вроде бы не появилось. Возможно, это осталось за кадром. Но в премьере этого не было. Я, если честно, даже не знаю, что сказать вот по этому новому сериалу. Я не уверен, нужно ли Лене продолжать вот эту линию. Если это пойдет в том же ключе, что просто дороги, дороги, тракстопы, дороги, дороги. Никакого личного отношения к тому, что происходит. В принципе, я не уверен, что это будет каким-то успехом для развития канала Леночки. Не знаю, что думаете по этому поводу вы. Но я не вдохновился вот этой новой сюжетной линии «Это Америка». Хотя в комментариях я видел, что Леночку очень хвалят. Вот именно за такой формат видео люди визжат, люди счастливы, хотят больше. Поэтому я, конечно, понимаю, что наверняка и на эту сюжетную линию найдутся поклонники, которые будут с удовольствием это смотреть и писать Леночке, какая она молодец и как она хорошо выглядит. Пишите, что об этом думаете вы. Я с удовольствием все почитаю, по возможности отвечу, отреагирую. Всегда интересно видеть, что о просмотре нам думают и другие люди. Ну, на этом все. Я надеюсь, у вас все хорошо. Берегите себя и до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok